Перед президентом Франции Эммануэлем Макроном стал нелегкий выбор продолжить участие в саммите ЕС или решать проблемы на родине. Третьи сутки в разных городах Франции не утихают массовые беспорядки. Макрону пришлось отменить важную конференцию в Брюсселе, чтобы вернуться в Париж. Между тем, западные СМИ разузнали, кем был тот самый 17-летний подросток, из-за гибели которого страну накрыла волна протестов. Юноша был зарегистрирован в полицейской базе данных, но это вовсе не означает, что он как-то связан с преступным миром. Всю правду узнал Алексей Цой. 17-летний юноша, которого убили полицейские, да еще и пытались скрыть свое преступление, оказался совершенно положительным. По крайней мере, о нем так отзывается глава регби-клуба, за который играл Ноэль. Так его звали. Он был целеустремленным парнем с большим талантом в спорте. Он не был тем, кто зарабатывал на жизнь наркотиками и не был связан с криминальным миром. Но он был привлечен за вождение автомобиля, будучи несовершеннолетним. Подросток должен был пристать перед судом. Но это не доказательство его преступной деятельности, заявили адвокаты семьи Ноэля. А французские депутаты заявляют, что проблемы на самом деле куда глубже. И на примере одного юноши они всплыли наружу. Нам нужны политические действия по вопросу насилия со стороны полиции. Справедливость должна обязательно восторжествовать. Существует также системная проблема. Вдобавок ко всему есть социальная нищета, которая усиливается инфляцией. В этом отношении правительство бездействует. О беспорядке, конечно, никто не одобряет. Прошлая ночь была худшей из всех трех. Силовики столкнулись с сильным сопротивлением бандитов. Столица моды и эстетики превратилась в опасные районы гетто. Пробежи, разрушения, поджоги. На усмирение людей направили более 40 тысяч полицейских. Мятежники забрасывали правоохранителей коктейлями Молотова. В качестве оружия использовали салюты. Францию охватил кризис. В целом за две ночи мы уже понесли ущерб по меньшем мере на 7 или 8 миллионов евро. Я осуждаю это. Любое насилие в принципе неприемлемо. Как итог, жители Франции поделились на две группы. Первая выступает за справедливость, а вторая за хаос и дебош. Активизировались мародеры. Этой ночью они грабили брендовые магазины и торговые центры. Невыносимыми и непростительными называют власти вспыхнувшие беспорядки. Невыносимые консервативные и ультраправые политики призвали правительство объявить режим ЧП. Но министр внутренних дел заявил, что пока не готовы этого сделать. Тем временем пострадали около 300 полицейских и жандармов. Задержаны 650 участников беспорядков. Алексей Цой, Первый канал, Евразия.